Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате и сосредоточимся на матче, который может стать судьбоносным для всего этого сезона. «Динамо» будет принимать «Зенит». Почему этот матч может стать ключевым? Ну, сейчас «Зенит» по-прежнему на первом месте, но при этом отставание Краснодара всего лишь одну очко. И «Динамо», кстати, тоже здесь неподалеку находится. В случае победы в этой встрече «Динамовцы», что называется, отыгрывают 6 очков. Ну, условно, это вот фраза «матч за 6 очков», но тем не менее. Немножко отыгрывают отставание и тоже могут попытаться здесь вклиниться в чемпионскую гонку. Ну и самое главное, если «Динамо» здесь обыграет «Зенит», а Краснодар добьется победы, ну, соответственно, у нас меняется лидер, и чемпионская битва обостряется с новой силой. А учитывая то, что «Динамо» на своем поле опасно, учитывая то, что «Динамо», ну, все-таки в последнее время вроде как пришло в себя и начало побеждать, учитывая, что «Динамо» играет, ну, с повышенной мотивацией против «Зенита» всегда, здесь, наверное, может быть что-то интересное. Давайте обсудим этот матч и давайте проанализируем сильные и слабые стороны обеих команд. Но сперва. Хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно публикую новости о футболе и о других видах спорта, там же я делюсь своими статейками, ну, а еще там вы можете получить очень приятный подарок от нашего партнера, компании Пари. Это фрибет в 2024 рубля. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, и там вы получите все инструкции. Так что дерзайте, парни, отличная тема, ну и вообще подписывайтесь на мой телеграм-канал. Итак, по нашей традиции начнем разбор соперников с «Андердога» и дальше переместимся к фавориту. На мой чисто субъективный взгляд «Динамовцы», хоть я играю дома, но все-таки на фоне «Зенита» они уязвимы. Поэтому с «Динамовцев» и стартуем. В чем преимущество московского клуба? Во-первых, матч проводится в столице, в Москве, и это плюс, потому что на своем поле, как говорится, и стены помогают, и газон знакомый, и болельщики будут. Поэтому здесь «Динамовцы» получают этот самый бонус своего поля. Второй важный нюанс – это физуха. «Зенит» в последнее время выглядит очень тяжело. Очень тяжело, и, в общем-то, после матча, даст бог памяти, с крыльями «Семак» сказал, что да, проблемки есть, и нужно проводить ротацию. Тогда, как раз после этого, на матч со «Спартаком» в кубке вышел, мягко говоря, смешанный состав, если не говорить о том, что это был второй состав «Зенита». И в итоге, на фоне всего этого «Зенит» пытался как бы стабилизировать ситуацию, но, судя по матчу с «Рубином», проблемы с физухой никуда не делись. Ведущие футболисты поднаелись, подустали. Может быть, «Семак» неудачно спланировал сезон, а может быть, это хитрый план «Семака», и «Зенит» начнет бегать и носиться ближе к заключительным турам, но сейчас «Зенит» выглядит весьма и весьма уязвимым с точки зрения физики, поэтому здесь «Динамо», как более молодой коллектив, может попытаться, так скажем, забегать, этот самый «Зенит». Плюс к этому сейчас разница в классе между командами несколько сократилась, потому что у «Зенита» очень много потерь под вопросом участия Дугласа Сантоса. Это колоссальный удар по боеспособности, нет некоторых других футболистов, поэтому здесь вот эти самые проблемные фланги обороны могут стать, скажем так, воротами и подступами к, так скажем, владениям Киржакова. То есть здесь через фланги «Динамо» может добраться до ворот «Зенита». Такие вот пироги. Еще один важный нюанс – это непредсказуемость «Динамо». То есть «Зенит» – это команда, которая более-менее понятна. Мы уже представляем, что в центре поля это там Бариос, Винделл, Клаудиньо, что в атаке «Косьера» плюс кто-то еще. Защита, ну опять же, сейчас меняется из-за проблем с составом, но все равно можно предположить, какова будет защитная игра. То есть здесь «Зенит» более предсказуемый коллектив сейчас. «Динамо», я бы сказал так, «Личко» очень любит в больших матчах отдельно готовиться к персональному отдельно взятому сопернику. Поэтому не исключено, что «Личко» здесь попробует удивить Симака. И если ждать от кого-то сюрпризов, так это от «Динамо». Еще один важный нюанс, на мой взгляд, это то, что атака посильнее все-таки у «Динамовцев». Да, я понимаю, что отдельно взятые «Косьера», например, сильнее «Тюкавина». Но группа в лице «Бетелло», «Косьера» и «Караскаля», мне кажется, сильнее, чем, например, группа в лице «Бетелло», «Тюкавина» и «Караскаля», на мой субъективный взгляд, наверное, все-таки поинтереснее, чем, к примеру, тот же самый «Педро» плюс «Косьера» плюс «Артур», например, или «Мостовой» вместо «Педро». Потому что все-таки, как ни крути, здесь не хватает сыгранности во многих моментах вот с этими новыми бразильцами. «Педро» при этом молод и пока что нестабилен. «Артур» тоже, знаете, не всегда показывает нужный футбол. «Мостовой» игрок специфический и достаточно прямолинейный. Ну и, в общем, атака «Динамо», мне кажется, здесь как-то полюбопытнее и интереснее. Ну и вообще есть ощущение, что «Динамовцы», ну, они будут как-то больше мотивированы на эту встречу. Потому что все-таки они сейчас пытаются вернуться в чемпионскую гонку. Для них это шанс, это возможность. Если они здесь не добьются победы, то дальше про чемпионство можно забыть. Если здесь «Зенит» не добьется победы, ну, он осложнит себе жизнь, конечно же, но это не будет «Финита ля комедии». То есть здесь по-прежнему дальше будут варианты и возможности. В общем, как-то так. Ну, а теперь по «Зениту». «Зенит» сильнее на большинстве позиций. Да, я понимаю, что некоторые позиции будут под вопросом, например, «Вратарская». Здесь скорее нужно спрашивать, у кого «Вратарская» позиция проблемнее. Но мне кажется, проблемнее все-таки у «Динамо». Оборона на флангах у «Зенита» провисает, но глядя на то, что творится в обороне «Динамо» в целом, я думаю, оборона «Зенита» сильнее. Полузащита в лице Бариоса, Венделла, Калудинью сильнее. Глубина состава. Ну, скажем так, глубина состава «Зенита» в теории сильнее, потому что в теории там сумасшедшие подборы исполнителей, но, к сожалению, не всегда они показывают нужный футбол. Но талант там есть у очень многих, поэтому резерв будет хороший. Поэтому «Зенит» опытнее. «Зенит» — команда с чемпионским характером, что очень важно в такие моменты. Потому что, помните, эпизод был, когда «Динамо» могло хотя бы на день, но занять первое место. И они в тот день взяли и облажались с Ростом. Почему? Ну, потому что не хватает чемпионского стержня, чемпионского духа, который есть у «Зенита» и который как раз позволяет им даже в самой тяжелой ситуации сохранять первое место. Ну и плюс к этому, опять же, отдельно отметим, что «Зенит» выиграл 4 из 5 последних матчей с «Динамо». Так что здесь личные противостояния тоже в пользу «Зенита». У «Зенита» выше состав немножко, но зато существенно выше процент выигранных верховых единоборств. У «Зенита» 55, у «Динамо» 50. Поэтому здесь силовая игра тоже может стать ключиком к воротам, как, видимо, Шунина. Ну, не ли щука же здесь будут выпускать. В общем, тяжело будет «Зениту», но «Динамо» будет, наверное, еще тяжелее. Интересный нас ждет матч. И, как я уже сказал, этот матч может стать судьбоносным для текущего сезона.